На реставрируемой сейчас Потемкинской лестнице образовалась глубокая трещина, ведущая от нижнего пролета до подпорной стены лунного парка. Незагороженные строительным забором ступеньки разъехались в разные стороны, а покрытые пока асфальтом пролеты потрескались. Между тем, после информационной волны, поднятой одесскими общественниками, считающими, что лестница после такой реставрации грозит уничтожение, на место прибыли представители компании, ведущие работы, а также чиновники. Удивительное рядом. Компания, проводящая реконструкцию Потемкинской лестницы, нашла удивительное по своему содержанию объяснение творящемуся там сейчас безобразию. Напомним, одесскими общественниками были обнаружены вопиющие факты халатного отношения к памятнику архитектуры. Из-за текущее долгое время воды из трубы, проложенной самим подрядчиком, здесь образовался настоящий овраг, а оголенные пролеты и тело лестницы ничем не были защищены от мороза и снега. Однако ни заказчик работ, мэрия, ни подрядчик, компания, проводящая работы этого, не признают и уверяют общественникам, все просто показалось. Вода не текла, то есть текла, ну чуть-чуть, а это совсем даже для лестницы не страшно. И покрытие на самом деле было, просто его снес сильный порыв ветра. Причем такой сильный, что не просто снес, а еще и аккуратненько свернул в рулон, чтобы не испортить дорогостоящий брезент. Она была, кстати говоря, закрыта. До этого ее закрыли, ну не потому что это нужно, а потому что ветер в то время, вот как раз перед Новым годом, очень сильный ветра было, все это сдувало. Дорогостоящая очень пленка, поэтому ее свернули в рулон, и она здесь была в рулонном виде, ее раскатали обратно. То есть вода текла на стяжку изначально, и вреда, вы говорите, она не будет? Ну конечно, она не может причинить, потому что глубина ее проникновения значительно меньше, чем то, что выбираться будет. То, что по сути дела здесь никого не является. Вообще это, конечно, странный факт, но приходится констатировать им, жалко дорогостоящий брезент, и похоже, совсем не жалко дорогую нам, одесситам, потемкинскую лестницу. С другой стороны, такая почти детская непосредственность в создании подобных оправдательных версий особенно устраивает саму мэрию. И потому, вместо того, чтобы действительно признаться в, мягко говоря, некоторой порче народного достояния, там зачем-то решили, что вариант с невиноватостью подрядчика намного интереснее. И главное, безопаснее для самих городских властей, допустивших и даже принимающих посильное участие в разрушении достопримечательностей. Они утверждают, что вода текла максимум час. Ну, это очевидно, что это неправда, и понятно, почему они это говорят, потому что это их сфера ответственности. Это очевидная ложь, в общем-то. То есть, вместо того, чтобы назначить экспертизу, сказать, что да, лестница пострадала, выяснить в какой степени, люди изворачиваются и говорят о том, что, в общем-то, ничего не происходило. Да, разумеется, ничего страшного не произошло. Господи, одним памятником больше, одним меньше. Кто сейчас в Одессе из городского руководства с этим считается? Впрочем, такими темпами скоро считать будет действительно нечего. Необходимо провести все-таки правильную, грамотную консервацию лестницы. Ее необходимо провести таким образом, чтобы вода, которая будет стекать, когда будет тает снег на протяжении зимних периодов времени, чтобы она не впитывалась на негидроизолированных площадках. Пока ничего для того, чтобы это сделать, я не вижу. То есть, никакой консервации не проходило. А пока, кроме засыпанного песком оврага, который, разумеется, никакого вреда лестнице не несет, и оголенных доступных морозам и снегам пролетов, которые, разумеется, тоже потерпят. Одесскую достопримечательность украсила огромная трещина в подпорной стене лестницы со стороны парапета, ведущая от нижнего пролета в подпорную стену лунного парка. Но ведь это тоже не страшно. Не правда ли?